И имеется электроградный сургус. Существуют жидкие киордио-эростворы, в которых имеется обыкновенный лигидус и обыкновенный сургус. То есть состав склава, который кристаллизуется с понижением киордио-эростворы, ликирующий компонент в твердой фазе постоянно содержания увеличивается, и в жидкой фазе тоже постоянно увеличивается. Это вот аналитный лигидус, аналитный сургус. В диаграмме состояния данного типа имеется солидус ретроградный, обратный. То есть при кристаллизации склавов, допустим, вот этих составов, у нас твердая фаза постоянно объединяется лидирующим компонентом, а линия лигидус ведет себя как обыкновенный. То есть там содержание второго компонента постоянно увеличивается. Что же происходит при кристаллизации некоторых составов сплавов в данной системе? Ну, если взять состав сплава с невысоким содержанием здорового компонента В, например, вот этого, то у нас начнется кристаллизация как-то непрерывного жидкого твердого распора. Состав жидкой фазы будет изменяться по линии лигидуса, а высота твердой фазы по линии сургуса. Когда мы пересечем линию сургуса, весь состав сплава у нас придет в твердое состояние. И в твердом состоянии он будет находиться от линии сургуса до сургуса ветрограда. При дальнейшем понижении температуры у нас в твердом состоянии образуются уже объемчики новой джиппи фазы, которую можно определить тоже по правилу с помощью каноны, то есть состава более богатым компонентом В. Ну и, в конце концов, остаток этой жидкой фазы у нас и кристаллизуется по стептической реакции с образованием двух кристаллов. Значит, это вот, если взять этот состав сплава. Если рассмотреть процесс равновесной кристаллизации двух сплавов, показываемых на данном диаграмме, вот состава С1, то оказывается, что у нас сначала будут кристаллизоваться определенные твердые фазы, значит, твердые фазы, значит, по приобыкновенному ликвиусу и сольнице, потом прирастет твердые фазы за счет монотектического нового ряда превращения, то есть скачкообразно, увеличится твердые фазы, а в дальнейшем понижении температуры оказывается, что происходит процесс не кристаллизации, а наоборот уменьшение ранее образованной экизотной фазы. Это происходит для температуры, для фактической температуры. И при фактической температуре, опять значит, все эти составы жидкой фазы у нас закристаллизуются, по фактической реакции твердые фазы, а наоборот уменьшение температуры оказывается не к растворению ранее образованной твердой фазы, а к росту, при полноместном процессе, сельчинстве. Ну вот эти два момента, показанные, значит, в составу С1 и С2, через состояние двухфазной области, вот образование твердых фазов, как твердых расходов, при оликновенной мышечной сольнице, по монотектическому превращению переросту твердых фазов, а дальше уменьшение твердых фазы и дальнейшая фистолизация полиэнфектической температуры фракции и ликвелуса, то, значит, приравниваемый состав, значит, можно найти несколько металлических систем, система наиболее характерная, которая, там, она, я от сменену, значит, но, оказывается, вроде бы должно быть.